Добросовестные актеры вживаются в роли гаовятся к ней загодя. Приводят себя в форму или наоборот, получают специальные навыки, иногда делая вещи, без которых можно обойтись. Предыдущая часть находится. Шарли Стерен для роли в фильме «Взрывная блондинка» интенсивно тренировалась. И дотренировалась до того, что, интенсивно же сжимая челюсти, сломала передние зубы. Брэ-рэр. А можно было использовать дублеров и не убиваться. Для съемок фильма выбор Софи Мерил Стрип сначала босилась в ноги режиссеру. Затем ей пришлось сбросить вес. Но этого ей показалось мало, и она стала учить польский и немецкий языки, чтобы разговаривать с соответствующими акцентами. Что, в общем-то, было не обязательно, достаточно было выучить соответствующий акцент с тренером. Для роли в фильме соучастник Том Круз научился владеть разными видами оружия, чем никого не удивить. И придумал переодеваться, например, курьером, и бродить в разных публичных местах. Ему повезло, и никто его не узнал. На съемках Геркулеса Дуэйну Джонсону по сюжету нужно было рвать цепи. Мастера по реквизиту без проблем бы изготовили или раздобыли цепи из любого материала. Но Джонсон решил, что это читерство, металлические так металлические. Правда, пришлось сделать восемь дублей. Эдриэн Броуди для фильма Гарри Гудини научился выполнять разные фокусы и выполнял их сам, включая тот, где герой выбирается из смирительной рубашки, вися вниз головой. На этапе постпродакшена фильма «Призрачный гонщик» во многих сценах голову Николаса Кейджа зарисовали с помощью компьютерной графики, то есть никто не видел на экране его лица. Тем не менее, каждый день перед съемкой в любом случае он требовал нанесения грима в стиле Барона Субботы, чтобы, значит, вжиться в образ. Дэниэл Дэй Льюис очень загоняется из-за ролей, подходя к вопросу не просто с серьезностью, а с настоящим фанатизмом. Для съемок в бандах Нью-Йорка он постоянно слушал Эминема, чтобы настроиться на нужную волну. А также, учил чешский, собственноручно выдолбливал Каноэ, научился боксировать, отказался мыться и жил в халупе. Хит Леджер устроил себе самоизоляцию до того, как это стало мейнстримом. Во время подготовки к роли Джокера в фильме «Темный рыцарь» он на месяц закрылся в номере отеля, вел дневник, экспериментировал с голосом, пытался постичь реальность психопата, начисто лишенного эмпатии.